Привет, мои дорогие! Рада вас видеть на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодня мы с вами разберем, что же такое нормальная менструация и что же считается нормальным менструальным циклом. Потому что проблема с этим связанная действительно есть и многие женщины просто не могут разобраться в том, что нормальный у них менструальный цикл или есть какие-то патологии, связанные с менструальным циклом. Поэтому давайте сегодня в этом разберемся. Нормальная менструация показывает нам вообще менструальный цикл состояния вашего репродуктивного здоровья. И соответственно, насколько будут регулярно приходить месячные, идти месячные, насколько цикл будет правильный, а что такое правильный мы сегодня разберем. Это означает, что у вас действительно все хорошо и неплохо, то есть это зеркало репродуктивного здоровья. Как только происходят сбои, циклы, менструации становятся более обильные, это свидетельствует о том, что происходят какие-то сбои. И нужно разбираться, в чем все-таки проблема. Может проблема связана с гормональным фоном, может быть проблема связана с яичниками или эндометрием и так далее. Действительно, это очень и очень для нас важно. Так вот, нормальный менструальный цикл считается от 21 до 35 дней. То есть это от первого дня менструации до первого дня следующей менструации. Все вот это вот время называется менструальный цикл. Само кровотечение называется менструацией. То есть смысл кровотечения в том, почему для нас это так важно. Потому что матка, полость матки внутри, слизистая оболочка, выслана эндометрием. И вот насколько эндометрий будет хороший, зависит, конечно, очень много, в том числе и менструация. Советственно, именно в менструацию происходит отслоение эндометрии. Эндометрий выходит и начинается менструация. То есть и, соответственно, процессы нарастания эндометрия начинаются по-новому. То есть эндометрий потихонечку начинает нарастать. Поэтому в норме сама менструация от 4 до 7 дней. Первые дни достаточно обильные выделения кровенистые. И затем они практически сходят на нет. Ну, то есть в норме это около 5 дней. Есть женщины, у кого действительно такие небольшие, короткие менструации. Есть женщины, у кого менструации более длительные. И сопровождаются еще мазанием. Поэтому здесь необходимо сделать УЗИ для того, чтобы посмотреть, действительно ли все хорошо. И после этого мы уже точно поймем, что да, это является вариантом нормы. Когда меня пациенты всегда спрашивают, а вот может быть мажущие кровенистые выделения перед менструацией или не может быть. Для этого надо сделать УЗИ, сдать кровь на гормоны. И мы тогда поймем, в целом является это вариантом нормы, нормы конкретно для вас или же нет. Всегда вот на этом мы обращаем пристальное внимание. Вообще хочу сказать, что про менструальный цикл. То есть, конечно, организм не компьютер. И мы не можем запрограммировать конкретно, что вот у нас цикл идет там через 28 дней. Через 28 дней. То есть, конечно, учитывая погодные условия, стрессы, отпуска, прием каких-либо препаратов. То есть, это все может немножко варьироваться. Но цикл должен быть регулярный. То есть, он примерно каждый месяц, полтора месяца обязательно быть. Не так, что у вас то есть менструация, потом 3 месяца нет менструации. Это не является вариантом нормы. И поэтому это, конечно, уже патология. И здесь мы должны всегда обследовать, с чем это связано. А вот если у вас в норме менструация 26, 27, 28 дней. И вдруг произошла задержка. То любая задержка менструации в норме в течение 10 дней. Если уже эта задержка более 10 дней, тогда нужно разбираться, с чем это связано. Отрицать ни беременность ли, ни фолику, ни кисты ли какие-то. И ни патологии эндометрии ли это. Поэтому вот здесь мы всегда особое внимание на это обращаем. То есть, первое, цикл должен быть регулярный. Соответственно, конечно, если он у вас, у кого-то есть цикл короткий. И вот в течение всей жизни у вас цикл короткий. То есть, 21, 22, 23 дня. У кого-то, наоборот, цикл более длинный. И в течение всей жизни мы видим там 30 дней, 35 дней и так далее. Ну вот, когда у вас всю жизнь цикл, допустим, был 22-23 дня. А потом вдруг что-то произошло и цикл стал 35 дней. То вот здесь уже нужно обратиться к гинекологу для того, чтобы обследоваться. А не какая-то ли это проблема. Если у вас всегда менструация была, допустим, 4-5 дней и вдруг ни с того ни с сего стало 7 дней. То я тоже крайне рекомендую обратиться к гинекологу для того, чтобы разобраться. А не какая-то ли это патология. Почему вдруг резко так цикл, соответственно, изменился. Поэтому за этим мы, конечно, должны строго наблюдать и строго это отслеживать. Поэтому сами менструации должны быть недостаточно обильные. То есть, умеренные. Как я сказала, первые дни более обильные. Вторые уже практически там третий, четвертый сходит на нет. Если вы видите огромные, большие кровянистые выделения, как кровотечение. Если они с запахом и сгустками, то это все уже является не вариантом нормы. И, конечно, здесь я бы рекомендовала обратиться к гинекологу для того, чтобы уже разобраться, в чем все-таки проблема. И с этой проблемой на нее, соответственно, воздействовать. Поэтому всегда записываем цикл, чтобы вы приходили к гинекологу и могли показать гинекологу раскладочку. Когда у вас была первая менструация, когда у вас была вторая менструация и так далее. Хотя бы за три, за четыре цикла. Потому что это очень важно, дорогие мои. Это лицо, зеркало вашего репродуктивного здоровья. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы с вами обязательно встретимся. До новых встреч. Всем пока.